Июль 1942 года. Еще недавно Красная Армия, воодушевленная победой под Москвой в декабре 1941 года, и успешными наступлениями на западном направлении собиралась нанести вермахту поражение и закончить войну своей победой. Но сейчас ситуация резко ухудшилась. Под Харьковом попали в окружение 6-я и 57-я советские армии. Потери составили 270 тысяч человек, 170 тысяч из них погибли. 7 июля немцы взяли Воронеж. 23 июля пал Ростов-на-Дону. После этого немецкие войска развернули масштабное наступление на Волге и Кавказе. Они хотели захватить советские нефтепромыслы в Бакуе-Грозном, перерезать одну из главных советских транспортных коммуникаций Волгу и победить в войне. Еще два месяца назад Сталинград считался безопасным городом в глубоком тылу. Сюда эвакуировали почти 100 тысяч беженцев, многие из блокадного Ленинграда. Но война пришла и сюда. 12 июля 1942 года директивой ставки Верховного Главнокомандования Юго-Западный фронт переименован в Сталинградский. Его военные советы, фронтовое управление переместилось и с Калача, где базировалось прежде, в Сталинград. Задачи перед фронтом поставлены наисложнейшие. Силами 62-й и 64-й армии и приданных им подразделений прочно занять Сталинградский рубеж, западнее реки Дон и ни при каких условиях не допустить прорыва противника. Силами 63-й армии оборонять восточный берег реки Дон и ни при каких условиях не допустить форсирование реки противникам. В связи с прорывом немецкими войсками на юго-западном направлении Сталинградский фронт должен остановить противника и не допустить его к Волге. 17 июля передовые отряды 62-й и 64-й армий, Курек-Чир и Цемла вступили в бой с авангардами 6-й армии вермахта. Первый бой Сталинградской битвы продолжался всего около получаса. Красная армия оказала сопротивление столь яростное, что уже через пять дней нацистское командование перебросило под Сталинград свежие силы. Что сможет противопоставить им командующий Сталинградским фронтом генерал Василий Гордов? Гордов озабочен не только свежими подкреплениями, которые получила армия под командованием генерала Пауэльса, но и тем, что его начальника особого отдела, который отвечал за контрразведку Николая Селивановского, срочно вызвали в Москву. Гордов даже не догадывался, что причиной этого вызова был он сам. Накануне, не поставив в известность своих непосредственных начальников Абакумова и Берию, Николай Селивановский отправил на имя Сталина срочную шифрованную телеграмму о состоянии дел. Состоявшееся недавно назначение командующим фронтом генерала Гордова не лучшее решение. Генерал груб до хамства, в войсках его не уважают, поэтому такой командир не сможет воодушевить отступающие войска и привести их к победе. Написать такое верховному главнокомандующему – поступок смелый, но рискованный. Сталин не любит, когда в правильности его решений сомневаются, а уж тем более, когда указывают на ошибки. Селивановский пошел на вообще шаг, который в течение войны ни один начальник контрразведки фронта ни разу не совершил. В этих условиях другого варианта у него не оставалось. Он понимал, что Гордый может не просто людей погубить, он может провалить операцию сталинградскую и дать противнику решить свои задачи. Уезжая в Москву, Селивановский понимал, что может быть арестован. Но в своей правоте был уверен – не важно, что будет со мной. Важно – спасти страну. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация на фронте критическая. Войска на грани паники. Командиры продолжают отступать, опасаясь новых котлов вроде Харьковского. 28 июля 1942 года вышел приказ номер 227, который в войсках тут же назвали «Ни шагу назад». Теперь отступать с поля боя без приказа преступления. А те, кто это делают, продолжат воевать в штрафных ротах и батальонах. На пути бегущих с поля боя будут поставлены заградительные отряды. Приказ во многом отражал положение дел, которое сложилось на фронте, близкое к катастрофе. Немцы захватили густонаселенные, наиболее развитые промышленные и сельскохозяйственные районы СССР. На оккупированной территории оказалось 70 миллионов советских граждан и огромные стратегические ресурсы. У нас уже нет превосходства в хлебе, в оружии, в заводах, в стали и так далее. Отступать дальше – это значит загубить нашу родину. А это действительно так. То есть мы отступим за Волгу, да, мы будем сопротивляться, но где ресурсы, где силы? Ведь захватывая территорию, значит, противник захватывает и людской потенциал, то есть которых можно будет призвать потом в армию. Все этого нет, надо держаться. Абсолютно большинство наших солдат, командиров, тогда дрались с самоотверженно, с героизмом. Но да, были проявления. Поэтому тоже надо говорить о том, что часто отступали без прикажа вышестоящего. Часто тогда вот в этой непростой ситуации некоторые части уходили с фронта, буквально рассыпались. Текст приказа Сталин писал лично. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Сдающиеся в плен считаются предателями родины. Он требовал навести в армии строжащий порядок и железную дисциплину. Если командир любого ранга допустит отступление войск без приказа, снимать с должности и судить. Подвергались такой страшной мере наказания, высшей мере наказания, только те, кто доказано было их преступное поведение, уж в какой плоскости, это другой вопрос, да, которая, допустим, подвергла то или иное подразделение паническим настроениям, бег с боевых позиций, в итоге противник прорвался, мы понесли серьезные потери. Так этот человек должен был ответить. Остановить бегущую толпу, превратить ее в нормальное боеспособное подразделение и вместе с этим подразделением удерживать занятый рубеж. Для этого, чтобы удерживать занятый рубеж, каждый заградительный батальон имел в своем составе, помимо стрелков, в большом количестве станковые пулеметы и роту противотанковых ружей. Это не против бегущих, а против наступающих танков и мотопехоты противника. Прежде всего, приказ номер 227 обращался к совести. Солдат нужно было убедить словом, примером, действием. Именно так делали сотрудники контрразведки. Помогали командирам вернуть отступивших в окопы. И это работало. Из даже самих немецких донесений говорилось, что в начале вот августа, уже 42-го года, русское сопротивление значительно ужесточилось, то есть стало более сильным. Они знали тоже об этом приказе. Ну, из наших пленных, то, что такой приказ есть, им зачитывался. Очевидно, это действие того же самого приказа 227. Во-первых, было очень жестокое, строгое дисциплина было советской армии. Не шагу назад приказ был Сталина. Они отступали. Солдата спрашивают, сходи в туалет. Спрашивают, даже сержант, разрешите сходить. Пришел после того, докладывается. Рядовой такой-то прибыл. К 15 октября 1942 года на всем советско-германском фронте заград отряды задержали 140 755 военнослужащих, отходивших с передовой. 1189 было расстреляно за дезертирство. Менее трех тысяч направили в штрафные роты и батальоны, и 131 094 человека вернули обратно в части. В Москву вместе с Селивановским поехал и начальник 4-го отделения особого отдела Сталинградского фронта Михаил Белоусов. В случае, если Селивановского арестуют, Белоусов сообщит об этом семье. Обстановка была такая, что если писать по команде, а команда была Абакумов, Абакумов Берия, Берия Сталину, а могло пройти два дня. А там решали буквально часы и с ним минуты. Абакумов, а тем более Берия, поведением подчиненного были крайне недовольны, не посоветовался и обратился через голову. Пошли к Сталину, они из приемной только зашли в кабинет, выходит Сталин, обошел Берию, обошел Абакумова, подходит к Селивановскому, подал ему руку и говорит, называя, подчеркиваю, по имени отчеству, Николай Николаевич, и впредь прошу всю информацию по Сталинградскому фронту направлять лично мне. Вы поняли, говорит, так точно, товарищ Сталин, в архиве ФСБ хранится несколько дел с телеграммами Селивановского практически по одной точно в день, а иногда по нескольку телеграмм на имя Сталина в день направлялась. Потому что обстановка менялась, как вы знаете, в Сталинградском сражении очень быстро, и иногда не в нашу пользу менялась. И тем более отчет шел по реализации приказа 227. Селивановский, естественно, в этом принимал такое участие. Старшего майора госбезопасности Селивановского в Москве не арестовали, хотя с выводами Сталин спешить не стал. Для проверки информации, изложенной в его телеграмме, направил на Сталинградский фронт комиссию во главе с начальником управления особых отделов НКВД Виктором Абакумовым. Абакумов прилетел в Сталинград 3 августа 1942 года. Обстоятельно беседовал с командирами и политработниками воинских частей и соединений, руководителями и сотрудниками особых отделов. Допытывался, как в войсках относятся к Гордову, какие конкретно приказы и распоряжения командующего могут уфудшить ситуацию на фронте. Гордов – это было, в общем-то, случайное назначение. А вроде неплохой командир дивизии, может даже хороший. Из унтеров Первой мировой войны. Образование, потом командные курсы. В общем-то, в отличие от многих иных, которые успели академию закончить, у него этого не было. Но зато были унтерские привычки, которые проявлялись. Человек, которого в армии не полюбили. И главное, что человек, который оказался выше порога своей некомпетентности. Сталин требовал, чтобы оборонительный рубеж западнее Дона, от Клецкой через Орожковскую до Нижней Калиновки, был сохранен в наших руках беспрекословно. Но Гордов допустил множество ошибок, из-за которых противник прорвал внешний оборонительный обвод Сталинграда. В Москву у Абакумов улетал уверенный в правоте Селивановского. Гордому не хватает авторитета. Город не удержит. В должности командующего Сталинградским фронтом Гордов продержался всего 19 дней. Вместо него назначили генерала Андрея Ерёвинга. А Николай Селивановский не только остался начальником особого отдела Сталинградского фронта, но и с 9 августа возглавил ещё и особый отдел Юго-Восточного фронта. Перед ним стояли три основные задачи. Первая – следить за соблюдением режима секретности при передаче сведений всеми видами связи. Командиры имели допуск к секретам в соответствии со своим уровнем. Именно из-за этого оперативные карты в кабинетах закрывались шторками. Если в комнату заходил человек, не имевший доступа к этому уровню секретности, шторки держали закрытыми. Вторая задача – парализовать деятельность немецкой разведки, выявлять диверсантов и провокаторов, не позволять им действовать в расположении и тылу Красной Армии. В Германии существовало два очень мощных управления. Прежде всего, это управление военной разведки и контрразведки под названием «Абвер», которым руководил Канарис. Где были сосредоточены высокополитационные кадры, имевшие колоссальный опыт проведения различных разведывательных, диверсионных, дезинформационных компаний. Также разведкой и контрразведкой занималось и главное управление имперской безопасности, знаменитый РСХА, возглавляемого Кальтербрунрам, в частности, его шестой отдел по разведке и контрразведке, который возглавлял Шоленберг. Вы понимаете, о такой мощной машине высокопрофессионалов, имевших колоссальный опыт, наработки, германские спецслужбы, и разведка и контрразведка считались одними из самых сильных в мире в тот период времени. И противостоять им было чрезвычайно сложно. Третья задача, стоявшая перед особым отделом, связана с приказом номер 227 «Ни шагу назад». Выявлять паникеров и трусов. Страх – естественное состояние человека. Но паника превращает подразделение в толпу, когда опасность повсюду, один паникер, может создать угрозу всему участку обороны. После того, как органы контрразведки Ленинграда возглавил Сельмановский, не было крупных отступлений, не было крупных оставлений линий фронта. То есть его сотрудники очень грамотно выявляли людей, которые могли возглавить солдатское недовольство. И не расстреливали всех сразу, но отправляли их в штрафные роты, и, соответственно, для того, чтобы людей свои крови искупили. Задача прекратить отступление касалась не только Сталинградского фронта, а всей Красной армии. Чтобы помочь командирам в расположении особых отделов, направили почти 20 тысяч оперативных работников территориальных органов безопасности и армейских офицеров. Вот только подготовка их оказалась слабой. Люди не были знакомы со структурой и тактикой работы немецких разведывательных органов. Не знали методов розыска агентов, организации за фронтовой работы. Учились на ходу. Сельмановский в подборе кадров участвовал сам. Такой опыт у него уже был. На Юго-Западном фронте собирал в свой отдел офицеров, выходивших из окружения. Многие впоследствии перешли в особый отдел Сталинградского фронта. 23 августа немцы вышли к Сталинградскому тракторному заводу. То есть, по сути дела, они вошли уже в черту города. Город горел. Началась паника среди жителей и на некоторых участках обороны. Очень важный момент, потому что об этом забывают. 23 августа действительно был критическим днем для обороны города. И тогда уже вопрос стоял о том, удержат ли наши части этот город. Обстановка в городе была чрезвычайной. По сути дела, вышла из-под контроля советского командования, советских властей. И оперативные группы особого отдела фронта на переправах в этот день задержали около тысячи военнослужащих без приказа, покинувших свои позиции. За один день – тысяча дезертиров. И все эти военнослужащие были из правофланговых соединений знаменитой 62-й армии, на которую пришелся главный основной удар немецкой армии. То есть, не выдержали, побежали. И вот особисты, работники особого отдела Сталинградского фронта, несмотря на то, что их численность была минимальная, несколько десятков человек, они смогли вот эту, по сути дела, уже неконтролируемую ситуацию взять под свой контроль, навести порядок. Это уникальный случай. Селивановский руководит оперативным штабом, созданным из представителей военной контрразведки, территориального органа НКВД, милиции и военной комендатуры, анализирует обстановку и понимает, что с 62-й армии срочно надо что-то делать. 5 сентября он окончательно убедился – ее командование не знает, как удержать город. И тут начальник особого отдела снова проявляет рискованную для себя инициативу и обращается к командованию фронтом. «Предлагаю назначить командующим 62-й армии Василия Чуйкова». Селивановский видел, что под его командованием оперативная группа 64-й армии отлично себя показала. Когда 23 августа 4-я танковая армия вермахта нанесла удар вдоль железной дороги на север, путь ей преградила именно оперативная группа Чуйкова. За полтора месяца до этого генералы сняли с командования 64-й армии из-за того, что член военного совета Сталинградского фронта Никита Хрущев считал, что этот генерал в белых перчатках не сможет эффективно воевать. Селивановский убедил командование фронтом. «Не белые перчатки на руках Чуйкова, а бинты. У генерала Экзема руки постоянно кровят. Вот он их и обматывает». 12 сентября Василия Чуйкова назначили командующим 62-й армии, в которой оставалось всего 5000 человек личного состава. Задача – удержать Сталинград. Генерал видел, что личный состав деморализован. А контрразведчики помогли ему выявить тех, кто это настроение формировал. Мол, немца нам все равно не одолеть, все даром погибнем. Были среди них и командиры. Двух командиров полков пришлось расстрелять, одного командира бригады. Но через суд военного трибунала. Это за паникерство, понимаете. Не имеет права командир. Это дед был убежден. Солдат он по-разному, разное воспитание имеет. Он, может быть, и мужества-то не у кого было набрасываться. А командир, извините, он учился для того, чтобы быть как бы лидером, для того, чтобы быть премьером для солдат. Какой же премьер, если он начинает орать караул, драпать надо, да? С 13 по 15 сентября особый отдел 62-й армии задержал 1218 военнослужащих. 21 впоследствии расстреляли за дезертирство и панику. 10 арестовали, а остальных направили в свои части. И вот встречают группу, у которой я шел. 10 человек нашел. Целиком орудий расчет, командир взводов был, и я, арттехник дивизион. И встречают с той, кто идет. Вот им вооруженные стоят на встрече. А мы приоружили. Оружие не бросили, документы не бросили. Они документы проверили. Ну, представился капитан, заградотряд. Уже их бросили на оборону. И они сдержали. Дальше немцы неправимылись. Проверили документы, указали, где собираются наши остатки, нашей дивизии разбитой. Ну, им сообщили. В следующие дни заградотряд и сам двое суток ввел бой с превосходящими силами противника в районе железнодорожного вокзала. И ушел с рубежа только после того, как на эти позиции прибыли стрелковые подразделения. Следить за тем, чтобы у этих подразделений всегда было все необходимое для боя, а солдаты были хорошо и вовремя накормлены. Еще одна задача особого отдела. В ночь на 16 сентября Селивановскому доложили. Бои накануне были настолько интенсивными, что 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Родимцева израсходовала практически все боеприпасы. Но овых не подвезли. А ведь со светом бои возобновятся. 13-я гвардейская под угрозой, и Селивановский шлет телеграмму Берии и Абакумову. Необходимо немедленно доставить дивизии 500 тысяч патронов к автоматам, 10 тысяч патронов для ПТР, 10 пушек со снарядами, выделить одно дворечных судно для перевозки раненых и переправы полутора тысяч бойцов, оставшихся на левом берегу. Когда утром возобновились бои, дивизия Родимцева встретила их во всеоружии. Всю Сталинградскую битву Селивановский оставался на передовой. Особый отдел располагался в здании водолечебницы. Немцы атаковали его много раз, но взять так и не смогли. Селивановский категорически запретил своим офицерам переправляться на левый берег Волги, где не было боев. Выйти из Сталинградского сражения относительно чекистов, да и военных любых, практически без приказа командования это было невозможно сделать. Ты или в систему заградотрядов попадешь, или просто тебя шлепнут на командиры, когда ты убегаешь с линии фронта. Для чекистов это вообще вопрос не стоял. Поэтому мы не знаем ни одного факта предательства, факта гибели и героевских действий мы имеем в виду. Селивановский потом вспоминал. Мы-то, конечно, знали, что положение временами складывалось совершенно критическое, но решили так. Пусть погибнем вместе со всеми, но будем стоять до конца. Люди такой подход ценили, особистам доверяли, если в отношении кого-то возникали сомнения и выделились. Например, вот рука ранена на перевязи, он вышел из окружения, он бедный и несчастный, а потом помыться пошел, размотал бинт, а там ничего нет. Ну, так грубо говоря. И боец пойдет к контрразведчику. Это не стукачество. Это, простите, рядом человек, которому можно доверять или нельзя. Где гарантия, что ты пули не получишь? Немцы готовили, специально готовили в разведшколах и забрасывали в советский тыл специалистов даже не по разведке, не по минно-взрывному делу, а специалистов вот по такой пропагандистским психологическим операциям. В их задачу входило распространение различных панических слухов. Причем эти слухи должны были выглядеть очень правдоподобно, да? Они должны были вызвать доверие у солдат и командиров Красной Армии, у местного населения. Они должны быть восприняты, и они должны были вызвать что? Ответную реакцию. Благодаря работникам особого отдела, контрразведчикам советским, эта работа пресекалась, что называется, сразу и на корню. Большинство этих аинтов было выявлено именно с помощью рядовых красноармейцев и, самое главное, местных жителей. Абвер прекрасно работал. И Абвер работал много. Было такое понятие «мука грубого помола», когда просто вербовали наших солдатушек, взятых в плен, засылали на нашу территорию потом. И вот этих людей нужно было обнаруживать. Сильвановский понимал, главная цель немецких спецслужб на Сталинградском фронте – вызвать панику в советских частях и снизить их боеспособность. Им мало листовок, они еще и прямую пропаганду вели, призывали сдаваться. Создавались пропагандистские листовки, в том числе и с описанием пропуска, как можно перейти к немцам, чтобы тебя не застрелили при переходе, да? И подписывали именно тем, кто распространял. У нас был такой предатель, негодяй, командир 1-го стрелкового корпуса. Правда, это не было еще в Сталинградской битве. Это было как раз на Северном Кавказе. Так немцы растираживали с его подписью и с его призывом к войскам сдаваться немцам, распропагандированы частям каким-то якобы. Никто, конечно, не поддался, но такого рода листовки были. Возникали они и в Сталинграде за подписью некоторых офицеров, которые по тем или иным условиям попыли, сами сдались в плен. К сожалению, были и такие. Контрразведчики Селивановского выяснили. На Сталинградском фронте немецкие спецслужбы развили необыкновенную активность. Здесь работает разведывательная абверкоманда 101А и 204-я диверсионная абверкоманда. Два отделения тайной полевой полиции, отделения Руслан-Зюйт, отдела Цепелин, главного управления имперской безопасности, два армейских, 12 корпусных и более 40 дивизионных разведотделов. И всем им противостоит особый отдел. Немцы брали количество. Две-три недели в школе и очередного агента отправляли в советский тыл. В тот момент разведшколы абвера, разведшколы вермахта, они не готовили людей тщательно. Казалось, что победа близка, и те, кто изъявлял желание сотрудничать с победоносной германской армией, беру эти слова в кавычки, их сразу брали на карандаш, ставили на довольствие и отправляли за линию фронта. Некоторые сдавались самостоятельно, некоторых очень легко вычисляли, даже те, кто идейно был готов бороться с советской властью, все-таки за 2-3 недели человека невозможно подготовить. Противник понимал, что большое количество этих агентов будет выявлено, но большое количество пленных, которых на тот момент были в вермахте, позволяло им делать это очень массово. Плюс, опять-таки, господство в воздухе немецкой авиации, оно было на тот момент, на начало Сталинградской операции, в первой-второй ее фазе, оно позволяло, в общем-то, забрасывать людей достаточно активно. Знаете, в тот период времени, когда идут активные боевые действия, нет времени ни у нас, ни у немцев проводить какие-то многоходовые операции. Как правило, немцы вербовали тех, кто перешел через линию фронта, или сдался, или попал в плен, и тут же направляли его через линию фронта для того, чтобы совершить либо диверсионный акт, либо террористический акт в отношении того или иного командира, для того, чтобы дезорганизовать обстановку, либо проводить парашистическую пропаганду, распространять листовки и так далее, и так далее. Вот такие задания, я бы их назвал мелкими, да, но если их массово взять, то они представляли очень серьезную угрозу. Какие они имели цели? Прежде всего, конечно же, это добыча разведывающей информации самого разного порядка, это дислокация советских частей и подразделений, оперативное построение обороны, и кто осуществлял командование соединениями Красной Армии, выяснение ближайших планов по ведению обороны или наступления, отслеживание поступающих резервов, особенно бронетехники. Второе направление – это диверсионная работа, и здесь нужно сказать, что прежде всего упор делался на подрыв советских коммуникаций, то есть работа по транспортной инфраструктуре. Для чего? Это подрыв железнодорожного узла, подрыв железнодорожного моста, для того, чтобы помешать переброске войск Красной Армии, оперативных резервов и дезорганизовать работу тыла. Только за август 1942 года на Стейнградском фронте арестовали 110 немецких агентов. Но даже в этой массовой заброске особисты Селивановского находили свои плюсы. Можно проанализировать и обобщить методы работы немецкой разведки и научиться лучше выявлять шпионов. Проверку всегда начинали с документов. Немецкие спецслужбы изготавливали их с нержавеющими скрепками, а в Красной Армии применяли железные, и они как раз ржавели. Книжка давно выдана, а скрепка блестит как новенькая? Пройдемте в особый отдел. К тому же приказом Народного комиссариата обороны номер 330 еще от 7 октября 1941 года была введена единая форма красноармейской книжки, особый шрифт, в которой менялся каждые 10-15 дней. Особисты это знали, а противник нет. И его агенты попадались. Или табак. Курили в армии, кажется, все, и немецкая разведка знала, что закурить вместе – отличный способ войти в доверие. Поэтому агентам часто выдавали папиросы. Но внимательный солдат сразу насторожится, а потом и пойдет к особисту, если закурить папиросу, ему предложат такой же рядовой или даже младший командир. Потому что в Красной Армии папиросы получали старшие офицеры, а младший комсостав и рядовые – только махорку. Отличить шпиона можно было и по орденам, и по медалям, и по деталям о бундировании. И вот идет патруль, навстречу идет какой-нибудь там бравый старшина. А у него орден Красной Звезды, у него орден Красного Знамя, еще что-то. А опытный так начальник патруля глянул и говорит, парень, а почему у тебя солдат на ордене Красной Звезды не в сапогах, а с обмотками. И они изготавливали наши ордена из дешевых сплавов. То есть ордена, которые собирали, они использовали в редких случаях. И если патруль внимательный, он засечен. Однажды к особистам пришла пожилая женщина и, вытирая глаза платком, прошептала, «Мой сын в пилон». Вечером в ее хату пришли трое. Сын Ваня, на которого зимой 1941-го пришла похоронка, а с ним два красноармейца. Уходя утром, Ваня шепнул матери, что их сбросили с парашютами. Они идут взрывать железную дорогу. Беги в контрразведку. Когда их взяли, Иван Трещев назвал десятки фамилий. Дал приметы разведчиков и агентов. Он запомнил адреса всех явок, на которых бывал. Селивановский внимательно прощупывал Ивана. Говорит правду. Или это хитроумная игра Аблера? Ведь похоронка матери пришла давно. Агента для более серьезной игры могли готовить долго. Предложил принять участие в радиоигре. В этом была ловушка. Иван Трещев не радист, а сдавшийся с ним Тарас именно радист. Радиостанция исправна, но Тараса нужно убедить в необходимости сотрудничать. И Иван, и Тарас с готовностью вступили в радиоигру. А Селивановский записал на счет своего особого отдела еще одну победу. Сейчас ему особенно нужны радисты. Под Сталинградом готовится масштабное контрнаступление. Двойные агенты помогут ввести противника в заблуждение. Их перевербовывали. Ну, правда, бывали случаи, они не соглашались на это. И вот тут вступали в игру. Вот он выступал, как перед немцами, как он человек, благополучно приземлившийся на нашей территории, и уже он может выполнять задания немцев. Он работал он обычно, потому что немцы, если вместо него не посадишь в другого, радист немецкий, он же почерк знает этого. Несмотря на то, что перед заброской агентов тщательно проверяли на лояльность, многие, как и вас, сдавались сами, используя заброску в советский тыл как единственную возможность вернуться к своим. К концу Сталинградской битвы почти 40% немецких агентов сами приходили в органы безопасности с повинной. Абакумов своей властью в 43-м году их не привлекал к ответственности, а перевербовал и посылал на ту сторону. Поэтому в этих немецких школах, ну, не в каждой, но во многих школах было достаточное количество нашей агентуры. Бывали случаи, когда целенаправленно посылали сотрудника, но в большей части это были, конечно, перевербованные, которые либо пришлись, сдались, либо, значит, в процессе допроса его перевербовали и посылали обратно. Это была операция блестящая и помогла она. Только в августе 1942 года особый отдел Сталинградского фронта отправил в тыл противника 30 агентов. Большинство должны были внедриться в немецкие разведорганы. Многим это удалось. Некоторые завербовали даже кадровиков диверсионных школ и представителей оккупационной администрации. В результате провалы немецкой агентуры стали массовыми. Сотрудники особого отдела Сталинградского фронта в тылу немецкой 6-й армии действовали успешно. С 15 сентября по 15 октября подчиненные Селивановского совершили более 20 подрывов на железных дорогах и 11 налетов на узлы связи и склады в тылу противника. Как раз в это время Гитлер требует от командующего 6-й армии Паулюса Сталинград должен быть взят к 14 октября. Самолеты Люфтваффе яростно бомбили позиции Красной армии совершая более тысячи вылетов в день. Разлилась горящая нефть. Пламя поднималось на высоту до 800 метров. Горела Волга. Взять Сталинград немцы так и не смогли. Ни в октябре, ни в ноябре. Бои шли день и ночь. В них участвовали и особисты. Однажды остатки батальонов 25 человек на штурм повел сам Селивановский. Он не должен был этого делать, но проявился характер. Не смог остаться в стороне. Потом получил серьезный нагоняет начальство. Он важен на другом фронте, невидимом. Ставка Верховного Главнокомандования готовит под Сталинградом мощное контрнаступление, операцию «Уран». Его успех во многом зависит от работы особого отдела. Удастся ли сохранить подготовку в тайне? Удастся ли обмануть немцев? Вот тут и пригодятся. Перевербованные Селивановским агенты готовы участвовать в радиоиграх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова